В эфире «Момент истины» в студии Андрей Караулов. Покушение на жизнь Владимира Путина. Начиная с 1999 года, из открытых источников известно как минимум о шести покушениях на жизнь президента нашей страны. Не так давно, в середине лета, «Момент истины» подробно рассказывал о том, кто, используя террор, что это за люди, что за силы, пытались физически уничтожить президента Российской Федерации. Эта программа, сужу по отвлекам в интернете, в прессе, эта программа вызвала огромный интерес наших зрителей. Хотя мне казалось, все ведь открыто, все источники открыты. Мне казалось, что это не новость для страны. Мне казалось, но я, видимо, ошибался. Спрашиваешь, почему об этом не знает страна? Не знаю, мне кажется, что об этом не очень широко писало в СМИ. Достаточно, чтобы задуматься. А как это, когда все известно, а неинтересно, что ли? Сложно сказать. Или мы ленивые, или не любопытные, на самом деле, всего лишь. Я думаю, многие впервые узнали из этой программы о том, что это было. Гейдар Алиев, 2002 год. Гейдар Алиев и нами Кабасов, начальник Министерства безопасности Азербайджана. Они рассказали о покушении на Владимира Путина, которое готовилось в Баку. Разговор начал на наших экранах Гейдар Алиев, легендарный президент Азербайджана. Мы не хотели рекламировать себя, поэтому и не говорили. А так это ФСБ знает. И до прилета Путина сюда уже они знали, что мы провели мероприятие. Но он рассказал вам, министр, какие средства для существования террора у него взяли. Это была самая напряженная работа Министерства национальной безопасности Азербайджана в этом году. Этот человек, он гражданин Ирака Кенан Ахмед Ростам. Он же Абдурахман Бухари, он же Абусаид Аль-Кюрди, он же Кенан Ахмедович Магомедов. Мир террористов он известен этими кличками. Настоящее имя Кенан Ахмед Ростам. Он прошел обучение в Афганистане вот этим диверсионному делу. Когда сосрел этот план в отношении Владимира Путина, точно, трудно сказать, у него был целый арсенал взрывсредств. Она является усложненной системой, которая устанавливает связь между передающей частью и получающей, или взрывающей. До этого наши специалисты не видели подобной системы среди общепринятых самодельных взрывчатых устройств. И как же он хотел взрывать президента России? Вы знаете, эти устройства работают через сотовый телефон. Значит, программируется. По расстоянии сотовой связи можно осуществить взрыв. А сигнал отсюда? Через телефон? Через телефон. И он хотел убивать Путина здесь, в Баку, во время визита? Во время визита, да. Вот такая, значит, у нас была информация. Ева, убийца Путина в лагере. Посмотри, пожалуйста, в дневнике посещения этой тюрьмы, какое количество журналистов просили о встрече с ним. Даже интересно. Сколько людей заинтересовались официальным заявлением президента Азербайджана и министра госбезопасности, и решили поговорить. Он доступен для интервью, пожалуйста. Внимание, с убийцей Путина. Не состоявшимся. Слава Богу. Слава Богу. Ни одного. Вот мы были первые и единственные. Где он сейчас отбывает на Казахстане? Там же, под Баку, 42 километра от города. Тюрьма. Не, если бы, не дай бог, произошло, то... Убийство. Тут бы было бы... А когда покушение, и о нем президент страны, где это случилось, Болик говорит, тут ничего, тишина нормальная. Это ненормально. Это как раз ненормально. Мы знаем, было 6 покушений на жизнь Путина. А мы что знаем об этом? Ничего совершенно не знаем, хотя это весьма интересно. Вы сейчас рассказываете. Марк, почему никто из наших коллег, как тебе кажется, ни одной попытки взять интервью у этого убийца несостоявшегося? Он есть. Он в лагере. По меньшей мере, странно. Из этого можно было бы сделать и книгу, и фильм. Что угодно. Он в любви видит. Там в машине было столько тротилов, и кортежа бы не было, и соседнего дома. Вообще, это очень странно. Во-первых, странно, потому что не может быть неинтересно. Должно быть интересно. О любом покушении... Вот сейчас вышел сериал BBC. Самые громкие покушения в мире. Убийства и покушения. Кеннеди, Леннон, Рабин. Повторю, это очень странно. Киллер в тюрьме. Никто его не прячет. Пожалуйста, журналисты, беседуйте. Тишина. Ну, кому-то просто очень не хочется, чтобы... Кто может запретить нашим коллегам вопрос цены, чем рисковал этот человек, Фамилия Путин, все эти годы. Да, совершенно верно. Вот в этом-то и дело.